Удивительную историю этого милого и обаятельного старичка знает как минимум каждый пилот военно-воздушных сил Великобритании. Это подполковник Волтер Тэффи Холден, бывший командир 33-й авиаремонтной части. Тэффи Холден навсегда вошел в историю королевских ВВС как авиатехник, который случайно взлетел на реактивном истребителе. Если не все, то многие из нас хотя бы раз в жизни мечтали стать пилотом, запрыгнуть в кабину самолета и оторвавшись от земли взмыть высоко в небо. Для некоторых это так и останется всего лишь мечтой, другие же пройдут через жесткий отбор, годы тяжелой учебы и изнурительных тренировок, чтобы наконец исполнить мечту и подняться в небо на реактивном истребителе. Но Тэффи Холден получил такую возможность даже того не желая. Не будучи пилотом, в 1966 году по случайной ошибке Тэффи совершил полет на одном из самых быстрых истребителей своего времени в сверхзвуковом перехватчике Lightning. Это один из тех случаев, когда произошедшие события звучат невероятно даже по меркам вымышленных историй. Но соль в том, что все они произошли на самом деле. Но сначала стоит сказать пару слов о самих 60-х. 60-е годы прошлого века, возможно, были одним из самых напряженных моментов всего периода Холодной войны. Не успел закончиться берлинский кризис, накаливший отношения между СССР и США до предела... ...как мир снова оказался на пороге Третьей мировой войны, теперь уже после обнаружения советских ракет на Кубе. К счастью для обеих сторон, ядерной войны тогда удалось избежать, но сама вероятность такой войны между СССР и Западом никуда не исчезла. В стратегии будущей войны важнейшая роль отводилась королевским ВВС Великобритании, а именно так называемый V-Force — ударной силе V. Воздушному флоту, состоявшему из стратегических бомбардировщиков, названия которых начинались на букву V — Valiant, Victor и Vulcan. В нужный момент бомбардировщики должны были взлететь со своих аэродромов и обрушить всю свою ядерную мощь на военные объекты СССР. Но этот план имел одну уязвимость. Расположение военных аэродромов было хорошо известно, поэтому существовал высокий риск того, что СССР еще в первые минуты войны просто уничтожит британские аэродромы вместе с самолетами на Земле. Из-за географической близости время подлета советских самолетов после обнаружения составляло всего несколько минут, а после появления данных о начале разработки в СССР новых сверхзвуковых бомбардировщиков появился риск того, что это время сократится до критического минимума. И существующие средства ПВО Великобритании будут просто не в состоянии перехватить вражеские самолеты в такой короткий промежуток времени. Два возможных решения этой задачи — истребители-перехватчики и зенитные ракетные комплексы. Но проблема заключалась в том, что в начале 50-х годов существующие истребители не обладали необходимой скоростью. Время, необходимое на взлет и набор высоты для перехвата, было очень долгим, а зенитные ракеты, в свою очередь, имели сравнительно небольшую дальность поражения. Британское решение сложившейся проблемы получилось в каком-то роде два в одном. English Electric Lightning — гордость британской военной авиации, один из самых выдающихся необычных самолетов в истории авиастроения. Истребитель выделялся на фоне других, как за счет необычной компоновки, два двигателя располагались вертикально друг над другом, так и благодаря своим летным характеристикам, в первую очередь, максимальной скорости и высокой скороподъемности. Самолет получился очень быстрый. Британские пилоты восхищались тем, что для набора высоты самолет можно было в буквальном смысле поставить на хвост. Ощущения полета были, как будто ты оседлал ракету. Пилоты шутили, что крылья Lightning нужны были только для того, чтобы было куда прикрепить посадочную фару. Помимо прочего, Lightning оснащался современным ракетным вооружением, бортовым радаром, а также передовой электроникой. Но, к сожалению, как и все новые технологии, надежность не была ее главным качеством. Именно из-за проблем с электроникой, один из Lightning с бортовым номером XM-135 долгое время находился на авиабазе Лайнхем. Для 33-й авиаремонтной части под командованием Волтера Тэффи Холдена этот Lightning стал настоящей головной болью. В кабине истребителя постоянно отключалось энергоснабжение приборов, но проблема заключалась в том, что происходило это только в момент взлета. В обычных же условиях на стоянке все функционировало исправно. Уже в течение нескольких недель техники Холдена пытались найти причину неисправности, но каждый раз, выкатывая самолет на тестовый полет, пилоты снова докладывали о проблемах с приборами. Добавок ко всему, начальство постоянно давило на Холдена из-за поджимающих планов и сроков. Подразделение Волтера успешно подготовило и передало в части ВВС несколько бомбардировщиков Канберра, а также истребителей Метеор и Lightning. И только лишь XM-135 никак не получалось привести в исправное состояние. Для определения причины неисправности Тэффи Холден решил провести наземные тесты, имитирующие взлет самолета. Но еще одной трудностью было то, что в отличие от других самолетов, выполняя работы на Lightning ввиду его высокой технической сложности, в кабине самолета всегда должен был находиться квалифицированный пилот. Обычно по запросу Тэффи Холдена ВВС в течение 24 часов присылали ему пилота Lightning, но в этот раз ему сообщили, что ближайшая возможность появится не раньше, чем через неделю. Давление со стороны начальства, необходимость ожидания квалифицированного пилота. Для Тэффи Холдена все складывалось не очень радужно. Но как-то в разговоре один из летчиков авиабазы предложил Холдену, почему бы ему самому не провести тесты, ведь он тоже пилот. Справедливости ради стоит заметить, что несмотря на то, что Тэффи Холден работал в наземной технической службе, формально звание пилота у него действительно было. В 1943 году во время учебы на авиаинженера Королевские ВВС предложили ему пройти базовую подготовку пилота. Считалось, что авиаинженер, имеющий пусть даже минимальные навыки пилотирования, будет лучше понимать специфику работы в авиации. Тэффи согласился и, пройдя короткий курс летной подготовки, получил свои крылышки пилота. Но Холден никогда не летал на реактивных самолетах. Его обучение прошло на стареньком биплане Tiger Mode, максимальная скорость которого составляла 175 км в час. Да, у Холдена также был небольшой опыт полетов и на более скоростном самолете, учебном Чипманке, который развивал скорость аж 222 км в час. Но даже это не шло абсолютно ни в какое сравнение с максимальной скоростью почти в 2500 км в час, который мог развивать Lightning. С другой стороны, от Тэффи Холдена и не требовалось пилотировать Lightning. Для проведения теста он, заняв место пилота в кабине, должен был вывести двигатели во взлетный режим, отпустить тормоза, совершить короткую пробежку не более 50 метров, а затем опять нажать на тормоза и убрать обороты двигателя. Таким образом, имитируя первые секунды взлета, Тэффи Холден надеялся определить причину постоянно возникающей неисправности. В теории все выглядело вполне выполнимо, и получив разрешение на проведение испытаний, 22 июля 1966 года Тэффи Холден занял место пилота в кабине Lightning с бортовым номером XM-135. Не имея ни малейшего представления об управлении Lightning, Тэффи Холден внимательно слушал одного из техников, который провел для него краткий инструктаж и вкратце показал основные моменты управления двигателем. Все инструкции Тэффи подробно записывал в свой блокнот. Во время тестов Холден должен был вывести двигатель примерно на 90% мощности, поэтому техник также упомянул об одной особенности. Если рычаг управления двигателем вывести максимально вперед, то произойдет включение форсажа, а сам рычаг при этом автоматически фиксируется замком в крайнем положении. Не вдаваясь в технические подробности, форсаж – это режим работы реактивного двигателя, применяемый для временного увеличения тяги. Чаще всего форсажный режим применяется для ускоренного взлета и набора высоты. Как говорили пилоты Lightning, взлетая на форсаже, ускорение самолета настолько большое, что чувствуешь себя пулей, вылетающей из ствола. Чтобы выключить форсажный режим, нужно разблокировать замок, который находится за рычагом управления двигателем. Но так как взлетать вы не собираетесь, то можете это не записывать, пошутил техник. Своему счастью, Холден это все-таки записал. Итак, Lightning стоял на запасной полосе и все было готово к проведению тестов. Для сбора технических данных и удобства подключения различных внешних кабелей с самолета был снят фонарь. Связь с руководителем полетов на вышке осуществлялась через связной Land Rover, который находился рядом с самолетом. Офицеры в ровере, получив разрешение на первую пробежку, жестом дал сигнал Холдену, Тэффи перевел двигатель во взлетный режим и отпустил тормоза. Самолет рывком двинулся с места, прокатился метров пятьдесят, затем Холден убрал обороты, нажал на тормоза и самолет остановился. Ну что ж, пока что все в порядке, сказал сам себе Тэффи. Вторая пробежка прошла также гладко и без каких-либо происшествий. Тэффи собирался выполнить последнюю третью пробежку и все выглядело достаточно спокойно и буднично. На вышке после двух тестов Холдена, похоже, также решили, что все под контролем и даже разрешили пересечение полосы топлива заправщику. Увидев разрешающий жест из ровера, Тэффи снова двинул рычаг управления двигателем вперед, но в этот раз, вероятнее всего не рассчитав свое движение, перевел его чуть дальше нужного положения. Замок защелкнулся и двигатель перешел в форсажный режим. В мгновение ока Тэффи, сидя в кабине Лайтнинга, стал той самой пулей, вылетающей из ствола. Два мощных двигателя на форсаже начали стремительно разгонять Лайтнинг с Тэффи Холденом в кабине. Мгновенно осознав произошедшее, Тэффи инстинктивно двинул рут на себя, но он уже был зафиксирован замком. Холден отчаянно пытался собраться с мыслями, но уже в следующее мгновение его внимание всецело привлек топливозаправщик, пересекающий взлетную полосу прямо перед ним. И все мысли были только о том, чтобы избежать столкновения. В тот момент от него, по сути, уже ничего не зависело. Рулить ракетой на такой скорости было уже бесполезно и поздно. Как писал затем Тэффи, я промчался всего в нескольких метрах от заправщика, причем для меня это произошло быстрее, чем вы прочитали это предложение. Но увернувшись от заправщика, уже в следующую секунду Тэффи с ужасом наблюдал, как по пересекающей полосе взлетала транспортная комета, с которой, к счастью, он также каким-то чудом разминулся. Всего лишь в течение нескольких секунд Тэффи дважды был на волосок от смерти. Но его проблемы на этом не заканчивались, чего не скажешь о взлетной полосе, которая как раз-таки заканчивалась и заканчивалась очень быстро. К тому моменту самолет уже набрал очень большую скорость, и Тэффи понимал, что остановить на полосе его уже не получится. Учитывая, что сразу за полосой начинались городские постройки, пытаясь избежать катастрофы, Тэффи Холден принял единственно правильное решение – потянул ручку на себя, и лайтнинг взмыл в небо. Оказавшись в воздухе и собравшись с мыслями, Тэффи смог наконец выключить форсаж и первым делом начал вертеть головой в поисках кометы, с которой он разминулся секундами ранее. Осмотревшись и не найдя ее в небе, Тэффи теперь пытался хотя бы не потерять из виду свой аэродром. Это не такое уж и легкое дело, как может показаться, учитывая достаточно высокую скорость лайтнинга даже в обычном горизонтальном полете. Он начал кружить над аэродромом, но с каждой секундой до Тэффи Холдена все сильнее и сильнее доходил весь ужас ситуации, в которой он оказался. Он был в воздухе в кабине одного из самых быстрых и сложных самолетов своего времени. К слову, в кабине без фонаря, который был снят с самолета для проведения технических работ. Так как на земле они общались с жестами, у Холдена даже не было летного шлема, что означало, что у него полностью отсутствовала какая-либо радиосвязь с аэродромными службами. Тэффи не мог катапультироваться, так как для безопасности проведения работ на земле кресло пилота было поставлено на предохранители. Тэффи Холден понимал, что помощи ему ждать просто неоткуда, и его жизнь полностью зависит только от него самого. Выход из сложившейся ситуации, по сути, был только один – посадить самолет. Стоит заметить, что из-за большой стреловидности крыла посадочная скорость лайтнинга была достаточно высокой, что делало посадку непростым элементом даже для строевых летчиков, что уж говорить про авиатехника. Но выбора у Тэффи Холдена не было, и совершив несколько кругов над аэродромом, он начал первую попытку приземлиться. Первые два захода на посадку оказались очень неудачными, из-за того, что у Тэффи не получалось правильно рассчитать скорость и высоту. На втором заходе он в какой-то момент даже оказался ниже уровня полосы, спустившись в низину перед аэродромом. Увеличив обороты, катастрофы он избежал, но посадить самолет опять не получилось. Третий заход оказался более удачным, самолет коснулся бетона и покатился вперед по полосе. Чтобы погасить большую скорость на посадке, на истребителях используется тормозной парашют. Тэффи сумел найти нужный рычаг, дернул его, но самолет по его ощущениям не замедлялся, как он того ожидал. Поэтому он продолжал изо всех сил жать на тормоза. Чего Тэффи тогда не знал, что в отличие от стареньких самолетов, на которых он получил свою практику и стойка шасси, у которых находилась в хвостовой части, лайтник имел носовую стойку. Пытаясь посадить самолет на три точки, как его учили, Холден слегка ударил хвостовой частью самолета взлетную полосу. Тэффи этого даже не почувствовал, но удара оказалось достаточно, чтобы перебить тросы тормозного парашюта, который находился под прорезиненной крышкой на фюзеляже. Поэтому, когда Тэффи дернул рычаг, парашют просто выболился и остался лежать на полосе. Казалось бы, что самое трудное уже позади, но даже посадив самолет, Тэффи снова оказался на волоске от смерти. К счастью для него, тормоза хоть и сгорели, но смогли остановить самолет. До края полосы оставалось чуть более 100 метров. Весь полет от взлета до посадки продолжался всего 12 минут, в течение которых Тэффи как минимум 5 раз смог попрощаться с жизнью. После посадки самолет оттянули в ангар, а Тэффи отправили к доктору, где он первым делом получил успокоительный. Чуть позже ему также передали крышку от тормозного парашюта, которая затем всю жизнь хранилась как семейная реликвия. Через некоторое время Холдена вызвали в Министерство авиации. Мысленно он уже давно попрощался со своей военной карьерой, поэтому, представь перед авиамаршалом сэром Кеннетом Портером, ничего хорошего он не ожидал. Маршал начал грозно. «Понимаете ли вы, что в случившейся ситуации лучше было дождаться опытного пилота Лайтнинга?» «Да, конечно, я это понимаю», — ответил Тэффи. Хорошо, ну что ж, с этим закончили. Теперь снимай фуражку, садись в кресло, я расскажу про свой интересный случай во время службы в Месопотаме. По итогам расследования Холдену не было предъявлено никаких обвинений, и он продолжил свою службу в Королевских ВВС. Формально Тэффи не нарушил ни одной инструкции, а результатом инцидента был всего лишь слегка поврежденный самолет. Но после этого случая инструкции ВВС все-таки обновили, чтобы избежать повторения подобных инцидентов. К чему Тэффи оказался полностью не готов, так это к неожиданно обрушившейся на него славе. История просочилась в прессу, и газеты запестрели заголовками о произошедшем инциденте на авиабазе Лайнхэм. Тэффи вспоминал, что даже в Италии, куда его срочно отправили в отпуск подальше от глаз общественности, его сразу же узнал один из постояльцев гостиницы. Несмотря на большое количество предложений, Холден избегал славы и отказывался от интервью, согласившись лишь на одно предложение от газеты «Трибьюн», но при условии, что весь гонорар пойдет в благотворительный фонд Королевских ВВС Великобритании, в которых Тэффи Холден затем прослужил до самой пенсии. Лайтник с бортовым номером XM-135, на котором Тэффи в 1966 году совершил свой полет, сегодня находится в авиамузее Даксфорда. В 2013 году, к огромному удивлению посетителей, слушающих музейного гида, неожиданно оказалось, что старичок, стоявший и слушавший вместе с ними историю про Тэффи Холдена, оказался тем самым знаменитым Тэффи Холденом. Чувство юмора не покидало его и в старости. Тэффи Холден умер в 2016 году, в возрасте 90 лет. Пусть и несколько оригинальным способом, но Тэффи навсегда вошел в историю Королевских ВВС, как авиатехник, случайно взлетевший на реактивном истребителе. Вот такая история.